Субтитры делал DimaTorzok Дорогие вайшнавы, по традиции я хотел бы записать новогоднее поздравление. Новый год на самом деле очень важный праздник, потому что Новый год – это всегда время, когда мы подводим итоги. И если наша жизнь подчинена достижению определенной цели, то подведение промежуточных итогов – очень важный процесс. Мы должны, оглядываясь назад, смотреть, насколько мы приблизились к этой цели, или насколько, наоборот, отдалились от нее, какие силы действовали в нашей жизни, насколько наша жизнь была осознанной. Если мы просто плывем по течению и формально поставили перед собой какую-то цель, и надеемся на то, что некая механическая практика приблизит нас к этой цели, то мы находимся в иллюзии. На самом деле, если мы хотим достичь цели, то мы обязательно должны оглядываться назад, анализировать свои ошибки, смотреть, что не получается и что получается, и конкретно измерять, насколько мы приблизились к этой цели. Поэтому для меня всегда радостно, когда год кончается. Есть возможность посмотреть на то, что произошло, и поставить себе оценку, даже если оценка не всегда очень хорошая или очень высокая. Но, тем не менее, сама по себе такая возможность – это повод для благодарности. Кришна дал нам жизнь, Кришна дал нам это время. Кришна дает нам снова и снова практически каждый день какие-то шансы предаться Ему, помнить о Нем, думать о Нем, благодарить Его, служить, служить Вайшнавам, очищать свое сердце. И только от нас зависит, пользуемся мы этой возможностью или нет. Мы можем напрасно провести дни своей жизни в ожидании каких-то неизбыточных надежд, в ожидании какого-то необычайного счастья, которое снизойдет на нас непонятно вдруг откуда-то. Можем провести свою жизнь, обижаясь на нее, расстраиваясь из-за того, что нас постигают неудачи, и при этом не пытаясь понять, какой мой вклад в эти неудачи, что мне нужно поменять. А можем провести жизнь как сознательный человек, когда мы анализируем, почему что-то получилось у нас, почему что-то у нас не получилось, что было хорошего, а что плохого, что я не доделал, и что мне еще нужно делать, в каких сферах своей жизни мне нужно прилагать какие-то усилия. Это те вопросы, которые мы должны задавать себе в канун Нового года и пытаясь отвечать на них, строить какие-то планы. Что касается нового 2017 года, то я думаю, что он будет для всех нас очень интересным. Мы все знаем, что в 2016 году был принят так называемый закон Яровой, который накладывает, я бы сказал так, определенную ответственность на всех участников религиозных групп, таких как наша. В сущности, на мой взгляд, этот закон очень хороший, потому что если подойти к нему с полной ответственностью, то он поможет нам стать взрослее в своем подходе к духовной практике, в своем отношении к миру, в своем отношении к людям. В конечном счете Шила Прабхупада учил нас очень важному принципу извлекать максимальную выгоду из невыгодной сделки. Наше пребывание в материальном мире само по себе – это невыгодная сделка. Тут сложно ожидать каких-то безоблачных событий, сложно ожидать того, что все будет очень гладко, и что путь нас будет усыпан лепестками роз. Скорее, путь нас будет усыпан шипами, как это было со всеми людьми, пытавшимися практиковать что-то духовное здесь, в этом мире. Мы не исключение. Но следуя этому принципу извлекать максимальную выгоду из невыгодной сделки, мы можем по-настоящему с пользой прожить эту жизнь. И в данном случае, когда речь идет об этом ограничивающем нас законе Яровой, во-первых, мы должны с благодарностью отнестись к самому факту его появления. Люди беспокоятся. Реально, что греха таить. Очень много групп выдает себя за истинную религию и пытается спекулировать этим, пытается так или иначе извлекать какую-то выгоду из религиозных движений. Основатель одной такой группы, не будем ее называть, сказал, что изобрести новую религию – это самый лучший бизнес. И он таки это сделал. Он был достаточно откровенен. Другие не так откровенны, но занимаются этим. И если какие-то люди воспринимают нас неправильно, а такие люди есть, то, опять же, виноваты в этом прежде всего мы. По крайней мере, мы должны так думать. Разумеется, есть какие-то люди, которые пытаются сознательно создать не очень хороший образ сознания Кришны, но оставим это на их совести. Мы должны заглянуть в свое собственное сердце и подумать, а что же я делаю неправильно, почему этот образ сознания Кришны иногда возникает в сознании людей и позволяет записывать нас в какие-то деструктивные секты. На самом деле, реально, очень часто мы действуем неосознанно. Очень часто мы забываем об основном принципе, которому у тебя до основной ценности нашей жизни, который учил Шичи Танимах Прабу – смирение и терпение. Мы с высокомерием относимся к другим людям, мы считаем себя заведомо носителями самых высоких истин, хотя в сущности ими не являемся. Да, нам открыта удивительная философия, но можем ли мы с полной ответственностью сказать, что мы реализовали все эти высокие истины? Мы должны быть в высшей степени смиренными. Сам Шичи Танимах Прабу в разговоре с Саньяси Майавади в Бенарисе показал пример этого. Он, будучи воплощением Верховной Личности Бога или самой Верховной Личности Бога, сел там, где они омывают стопы. И именно этим смирением подкупил Саньяси Майавади изначально настроенных против Него. Мы забываем об этом смирении, мы забываем о том, что сознание Кришны – это высшие теистические идеалы, поэтому нравственные идеалы, такие как доброта, забота о ближнем, помощь другим людям, негневливость – они все включаются в Него. Если мы хотим быть настоящими представителями сознания Кришны, то мы должны задать себе вопрос, а живу ли я в соответствии с этими идеалами, с идеалами сознания Кришны? Действительно ли я стараюсь помочь другим? Действительно ли я пытаюсь каждый день в своем сердце культивировать этот дух смирения и терпения для того, чтобы Святое Имя раскрыло себя мне? И другой аспект этого закона – это то, что очень часто мы пренебрегаем нормами, которые существуют в нашем обществе, под прикрытием того, что мы находимся за пределами этого мира, то, что мы трансцендентны. Но мы не трансцендентны, мы живем в этом мире, у нас есть ответственность. Святое Махапрабху опять же учил, каким образом нужно относиться к законам этого мира. В своем энигматическом, загадочном наставлении Рупи и Санатани Гасвами в ответ на их письма с просьбой покинуть свои посты, отречься от мира и следовать за ним. Святое Махапрабху приводит пример женщины, которая имеет тайную связь. При этом она, чтобы никто не догадался об этой тайной связи, старается как можно более тщательно исполнять все свои обязанности. Он тем самым мучает всех нас, как мы должны относиться к своим обязанностям в этом мире, мы должны относиться к своим обязанностям в этом мире лучше, чем кто бы то ни был еще. И одновременно с этим стараться глубоко внутри культивировать эту внутреннюю связь с Богом. Потому что внутренняя связь с Богом – это секрет нашего сердца. мы не должны выставлять свою любовь на показ, потому что, когда мы выставляем любовь, любовь уменьшается, она перестает быть настоящей любовью. И наше пренебрежение, подчас откровенное, вызывающее, иногда, разумеется, не все это делают, но некоторые преданные это делают. Законом этого мира – это всего лишь навсего проявление нашей внутренней незрелости, непонимание того, что значит любить Бога в этом мире. Так или иначе, можно еще долго говорить о том, какие задачи перед нами ставит этот закон, но я думаю, что будет гораздо важнее каждому из нас задуматься над этим, поставить перед собой какие-то задачи, подумать, что я еще могу сделать для Шилы Праупады, для Кришны и для нашего общества, для людей, которые окружают меня, что я могу сделать для самого себя, чтобы моя духовная жизнь стала глубже, как я могу улучшить свою духовную практику. И мы по-настоящему трезво сможем строить эти планы, если мы также до этого глянемся назад и посмотрим, что мы сделали и что мы не сделали. Еще одна вещь, которую мне хотелось бы сказать. Очень часто люди действительно строят планы перед Новым годом, в канун Нового года, принимают их. И планы эти лежат и пылятся у них где-то на просторах жестких дисков их компьютеров в течение целого года. Иногда они даже не заглядывают в конце года, потому что им стыдно. если мы хотим, чтобы наши планы действительно исполнялись, чтобы мы приближались к своим планам, нужно каждый месяц обновлять их, каждый месяц заглядывать в них, смотреть и анализировать. Тогда мы сможем очень счастливо подойти к концу года. и нам очень легко будет сделать то, что любой сознательный человек обычно делает, когда какой-то период его жизни кончается. Год – это важный период, потому что в течение года солнце проходит через все знаки зодиака. Это период, за который что-то существенное может поменяться у меня. Это один из тех периодов, которые могут принести очень важные плоды. Поэтому так необходимо подводить итоги года, строить планы и стараться исполнить их для того, чтобы мы смогли в конце концов достичь высшей цели всех наших устремлений. полюбить Кришну, полюбить источник всего сущего и через эту любовь почувствовать единство со всем сущим, избавиться от повергающей нас в пучину скорби, чувства одиночества и оторванности от этого мира и от других людей, и почувствовать эту бесконечно радостную, экстатическую связь с Богом, источником всей красоты в этом творении. спасибо большое, еще раз поздравляю вас с Новым годом и желаю вам, чтобы Новый год еще в большей степени, чем прошлый, приблизил вас к этой цели. Харе Кристо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...